Ветер жуткий, но я надеюсь что-то слышно. В общем я сейчас перед выходом на прогулочку такую с этим зверем. Начал себе сделать для вещмешка такую как бы раму, чтобы было удобнее нести. Такой бомж крафт. Попытаюсь посмотрим что получится. Не получится, значит не будет его видео. Ну вот и все ребята доснимался. Не знаю наверно так и смонтирую. Короче аптечки особых почему-то не взял. Хорошо, что недалеко от дома отошел. Сейчас побежим домой. Нормально тисанул. Все таки как аккуратно не старался, все равно черканул ножом себя. Им такая теперь красота. Бегу домой. Блин, весь все воскресенье запорота. Бац! И так обошлось все перекисью водорода. Приклеиванием куска кожи обратно. Такого сантиметра где-то глубину. Ну вот где-то так черканул получается. Вот и прилепил обратно и вроде как пока что все нормально. Уже почти не болит. Так что продолжаем. Вот так я и порезался. Вот так раз и заскочила. Так что так не делайте никогда. Только от себя. Нож только от себя. И еще золотое правило. Даже на короткий выход, как оказалось, для таких косолапых, как я, нужно брать с собой аптечку. Перекись водорода, лейкопласт или по минималку бинт. Ну и скриптоцид, наверное. Не смейтесь, у меня мало практики с такими узлами. Поэтому пришлось книжечку свою достать. Оп, оп. Все. Готова рамочка. Почти. Еще тут поперечная будет одна и тут еще. Ну вот такой вот у меня мутант поняги и станка для рюкзака. Вот эта веревка. Просто мне жалко было резать 10 метров веревки на всякие маленькие кусочки. Я это все намудрил. Сейчас будем крепить рюкзак сам. Что-то вроде этого получилось у меня. Да, косит малеха ее. Наверное, да, узлы не умеют толком вязать. Надо будет просто тупо, мне кажется, гвоздями прифигачить вот эти скрепления. Так, вот ребята, как-то так это выглядит. Конечно, смотрится немножко несуразно. Но в плане, так вот, если спина устала, идти с вещмешком, можно так в походных условиях соорудить такую вещь. Намного становится легче. Да, вес у меня, если надо сделать поясок все-таки, чтобы за пояс скрепилось, тогда вообще будет легко, как положено. Но у меня сейчас вес идет все-таки на плечах, но спине уже легче. Вот этот мешок, конечно, не давит спину. Уже классно. Уже намного комфорт повышается на 50 процентов, это точно. Все, кому понравилось, ставим лайк и смотрим дальнейшие видео. Они еще будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok